Приветики всем, всем привет! С вами я Светлана и вот посмотрите кто у меня цветет. Это педиокактус кнолтонии. Это очень редкое растение. Вчера я зашла в теплицу, он у меня вечером был уже закрыт. И я решила его показать с утра, какой он красивый. Это очень редкое растение. У них сухая зимовка должна быть у педиокактусов. И потом в конце февраля, в начале марта, нужно легонечко обрызгать это растение. Или осторожненько полить, чтобы не дай бог не сбросили цветочные почки. И восстановили тургор растения, стебли, чтобы налились водой. И потом он, вот видите, сейчас зацветает у меня. После этого, целое лето, я поливать его не буду абсолютно. И только в начале осени буду снова возобновлю полив, чтобы снова свести этот полив к нулю уже в конце октября. И они уже уходят на зимовку спать до следующего февраля. Вот еще у меня педиокактусы. Этот на своих корнях, правый. Вот этот вот на своих корнях. Это педиокактус симпсонии. Это тоже такой же, только он привит. На другом кактусе привит. И вот он сколько деток дал. На своих корнях очень тяжело удержать эти педиокактусы. Это редкое растение. И сейчас уже более распространенное. Но так как они погибают часто, поэтому мало кактусистов держат их в своих коллекциях. Педиокактусы относятся к элитным растениям. Вот. И если присутствуют в коллекции хорошо развитые цветущие экземпляры, это говорит об опыте и умении их владельца. Так что у моих друзей кактусных очень много бывает педиокактусов. Моя коллекция, она на самом деле небольшая. У меня нет в коллекции даже тысячи экземпляров. Пока нет. Но я не хочу, чтобы покупать то, что все подряд. Мне хочется иметь то, что мне нравится. Что-то удивительное, что-то ценное. Поэтому все это движется у меня очень медленно. Сбор моих растений, коллекционирование. Вот покажу, как еще цветет. Какая прелесть. Видите? Красота какая. И вот здесь зацвел клистокактус страусии. Вот так он цветет. И рядом с ним феррокактус. Уже раскрывается. В этом году много. Он вообще очень благодарное растение. Цветет каждый год. Нет такого года, чтобы он у меня этот феррокактус не цвел. Вот здесь еще расцвело. Такое вот чудесное создание. Посмотрите, мои дорогие. Это расцвела Лобивия фоматиненсис у меня. У меня их две. Вот тоже вторая уже стоит в бутонах. Обожаю это растение. И что характерно для него, оно очень имеет удивительный запах цветков. Очень красиво. Посмотрите, друзья. Показываю еще раз. Клистокактус цветет вовсю. И вот здесь весь в бутонах. Прекрасно. Что еще по поводу педиокактусов. Педиокактусы, они стоят у меня на самой высшей полке. И им нужно много солнца. Сейчас вот они у меня тут, да, в самой осени будут. Я их поливать не буду. Вот как только он отцветет, все, прекращаю полив. И так оно уже будет. Вот такие дела у меня в тепличке. Сейчас рьяно набирают бутоны и хиноцериусы. Прекрасные создания, которые будут свести удивительно шикарными цветками. Посмотрите. На некоторых по 4, по 5, побольше лезут. Вот здесь вот один ампельный эхиноцериус. Весь в бутонах. Когда расцветет, я вам обязательно покажу. И вот еще одна мамочка зацвела. Очень радует меня все эти цветочки. В следующий раз, может быть, расскажу вам свою историю, как я пришла к своему кактусному хобби. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего дня. Пока-пока.